так начата запись друзья итак мы с вами продолжаем бесконечную серию это все еще начало это примерно будет фильм примерно седьмой может 6 7 или 8 серии вы увидите потом прямо на этом титрах а пока мы моим уникальным архиве такой один на всей планете если по целиком мы увидели вы бахнули 2007 8 9 годы мы с вами прорабатывали фотографию еще раз принцип тоже попали в англию ни одного слова не знаете через месяц вы будете понимать а через 7 месяца бегло говорить на английском есть такой же невообразимо сложный язык садоводческий кралы бы были смотрю смотрю а я подробно разжевываю каждую фотографию последовательность по годам по этим сам по операции а потом я ничего не поняла я в отчаянии придумал новый ход и так пусть много будет непонятного но это я это назвал повреждения между садоводом вот может быть надо поменять название знаете какое название у этой серии которая надеюсь дойдет до 300 500 постепенно до 300 500 этих самых видео вот единственное что мне это не дешево стоит каждой фирмы всего лишь по 250 рублей я плачу девочке студентке вот она же учится в вузе которые имеют отношение к информатике так и нет нет а девушка которая на экране так я проверяю берти запись а вроде бы идет и так если кто-то из вас вдруг захочет фильм знать как фильм создан при финансовой поддержке ивана ивана череного или какой-нибудь днины петровны и соколовой вот вот так вот будет прямо в фильме идти ваши титры скромно 250 рублей 50 и 100 прислать вот у меня телефон привязан к карте сбербанка то есть телефон 8 960 776 86 72 телефон привязан к карте сбербанка и вот это все мы с вами уже проходили последнее чтобы подробно проходили это сливу сувенир васока который назову королевой сада но это так случайно несколько фотографий подряд а принципе все раздергана специально раздергана поехали вот тут остановились вот кажется это была 6 серия и так вы видите плоды размером 8 грамм вот королева сада линейка моя везде где встретите на человек садах линейку это увидите несколько несколько сотен раз мои роскошные плоды имеют линейку как для масштаба вот несмотря на это фотографии воруют вместе с линейкой поняли увидели такое обманут вышлют вам дровишки а вы будете думать что у вас такое выросли вот это меня остановился и мы идем дальше поехали очерносим козловского это было просто отдельная ветка с этого все начиналось это примерно 2007 8 год это когда появился фотоаппарат и теперь качественные рисунки можно даже вот так делать почему еще нагляднее еще крупнее так смотрим это было не лучше это было просто скелетная прививка а потом когда я убедился что мне сам великий бондар борисович подарил веточку уникальную тогда я уже начал расширяться и тиражировать а пока просто ждал результат вот он результат вкуснейший чернослив так многие могут догадаться учтите я люблю поговорить долго и ну по делу уже превращаю в детектив увлекательный рассказ а не в инструкция некоторые меня ругают Олег Растинович пишите так пункт 1 пункт 2 сроки пункт 3 размеры пункт 4 операции по чуть ли не передневно но я специально раздергал итак перед вами Антоновка это крупный план некоторые называют Антоновка обыкновенная но дело в том что слово обыкновенное оно какое-то странное а вот это общий план это моя сетка то есть это не где-то там за рекой засверкали штыки нет это у меня и вот тогда чтобы вы поняли до конца значит печати тогда еще даже еще печати еще до интернета появились жалобы Антоновка как яблоко уникальное яблоко яблоко до весны и даже до следующего урожая сохраняет невероятный аромат погреб зайти невозможно там такой ароматище якобы они этот аромат потеряли я не сомневаюсь почему выращивайте семечки их бесполезно будут если не дикие то полукультурные если прививать обязательно подвое влияет рано или поздно этот запах должен быть исчезнут вот но у меня не исчез так вот получилось я так храбро гордо говорю но сейчас я о другом значит как я с ней познакомился и так примерно в 80 году 1980 может быть даже еще раньше я мне дали талон на жигули так я аналитчанин по талону давали как за выдающиеся достижения орден дали талон на жигули вот я приехал в Тольятти так и значит на Тольяттицкий завод дал талон заплатил мне выдали шестерку синего цвета вот я нанял гонщика и мы погнали на Украину к отцу к отцу вот который жил в Шершенской области имама вот то есть зачем мне в Норильске жигули и тогда значит откажется невозможно это жигули тогда давали только Норильчанам и Бамовцам больше никому нет в основном ну и начальству и тогда значит мы ехали и водитель мне по пути ехали через Курск или где-то память уже застряла в Черенской области сейчас мы будем проезжать вот и он мне говорит обязательно купите это самое пару килограмм Антоновки это чудо яблоко это невероятно и он мне жужжал всю дорогу ну естественно я же не один бы ел я рассчитывал что и он со мной поест и вот мы проезжаем маленький городишко небольшой базарчик он говорит тут точно будут выхожу подхожу у всех женщин вот такие яблоки других не было все вот такие ну то есть можно было не сомневаться что это что Антоновка да Антонов как города говорят я купил два килограмма вкус и мне понравился кисловатые им еще надо зиму полежать чтобы кислота сработала запоминайте друзья почему сладкие яблоки мы называем летние кислоты мало едим это сразу чуть-чуть поперележат испортились тогда есть сорта осенние уже месяц два лежат хорошо ну в холодке желательно в холодильнике желательно погребе жевать уже а там опять же кислота срабатывается они становятся почти такие сладкие как летние а зимние им еще дольше можно лежать опять кислота срабатывается и тогда получается я ем осенью это были первые заморозки я помню по трассе вот я ел эти яблоки первые заморозки они были ношу кислоты что я больше одного съесть не смог вот еще зависит от кислотности желудка те у кого кислотность повыше едят чисто сладкие крупы у кого кислотность пониже дадут вам морду если вы скажете что они с кислотой еще не вкусные нет они предпочитают с кислотой я не раз убеждался что до них они полезнее цене чем чисто сладкие все зависит от кислотности желудка посмотрели убедились лежали у меня до апреля а потом начинали портиться но погреб довольно не самые холодные идем дальше вот это у меня один из первых урожаев вишни жуковская которая привез с украины песо сладкая но съедобная то есть бывает вишни которая есть много не съесть сразу набивает оскорблено а это можно было есть ну хотя бы там несколько горстей подряд с удовольствием вот так это у меня снова это у меня снова или я с него начал это есть черношу козловского так а вот это нет я однажды получил под названием черный абрикос черный бархат вот эти вот веточки вырослые плоды я нисколько не удивился мол якобы это гибрид черные лучи желтым абрикосом и рассчитывать что он будет черный практически невозможно в интернете попадаются фотографии даже с названием черный бархат или просто черный абрикос и еще есть черный принц они действительно практически черные но это всегда в начале пути потом начинается расплывание качества это неизбежно и мне наверняка достался уже с пола а еще на абрикос привел и он уже пожалуйста не черный а вот такой вот но посмотрите на линейку опять же это масштаб и увидите что он довольно крупный приятно было 50-60 грамм согласитесь что это так спичный коробок он имеет пять сантиметров вот возьмите раз-два-три-четыре-пять да это размер спичного коробка вот смотрим дальше по моему еще будет фотография а чуть позже значит это попался опять сувенир востока фотография украдена десятком не меньше с этих самых плодопиток почему я говорил что украдено я сказал присвоили показали удивили у нас такое нет они людям преподносит как будто это и фотография сделаны в их саду и они продвижаются беря веточки с этого дерева а на самом-то деле что нету у них сада вообще нету отсюда мои фотографии попадает к ним вот эта фотография не попала вот это вот попала тут надо понять чей дом а здесь уже понятен это мой дом еще еще не обшитый сайтингом это моё не спутаешь вот еще раз опять вот то я там где три плодика было теперь стало больше это есть тот самый под названием черный бархат черный абрикос плоды довольно своеобразно они и не сливовая а лучшая слива для меня это одно и то же они не сливовая они не абрикосовая они вроде бы как так и больше на слива похоже но вкус у них такой знаете острый-острый такой острый-острый ни на что не похоже они вспутать невозможно закрыл глаза укусил ага черный абрикос вот и имеют интересное свойство цветет довольно рано но почему-то цветы не повреждаются этими забросками они просто крепче абрикосов вот именно алыча как второй половой партнер как второй супруг у каждого дерева два супруга понимаете да черный абрикос это гибрид черного абрикоса и черные алычи и просто абрикоса обычно оранжевый и тогда получилось следующее цветет довольно рано а заморожек вот он а ну пусть вот столько но будет и в этом году у меня будет чуть погуще чем тут но не жирно все таки минус 9 во время цветения вот это моя классическая фотография это у меня колонны я колонны перестал заниматься я их испытал потому что я испытатель я их селекционер можно было эту тему продолжать но она по сути бессмысленна если у меня это дерево еще год спустя дало рекорднейший урожай шей снятый телевидением вот и тогда тут они можно остановить подробнее там когда-то через через пять десять двадцать фильмов будет следующая фотография буквально год спустя там где урожай рекордный для телевидения там мы подробнее поговорим а пока я скажу следующее короткий век никуда от этого не деться возьмешь веточки размножить на прививку начинает уже болеть тут же болеть начинает не берешь смысла держать его нет урожай для меня это среди урожай ну допустим возьмем эту самую вот вернемся к классическому классическому этому вот скажите где больше урожай на той колонии или на обогтоведном яблони на обогтоведном яблони оттого возвращаемся где были и так после того как дала у меня смертельный урожай она просто умерла и получается если если бы еще лет десять бы такие урожай отдавала тогда бы сказали да колонны дорогу колоннам рождается это самое все остальные сорта пусть колонны царствуют в саду моем потом вообще Сибири нет колонны в Сибири без перспективных причины две первое классической колонны прививают на карликовое подвое специальное подвое а это пророщенные палки с искусственного колена они рано дают урожай вот они могут дать один раз урожай вот такой никогда я имею ввиду Сибирь Урал Дальний Восток никогда вот фотографии которые вы видите в интернете это все с южных краев их довольно мало а их настолько мало где все усыпано раз а усыпано не каждый год если в этом году усыпано все еще будет пустой а в среднем получается никакого каких рекордов колонны не дают ну а потом падает при любом ветре замерзают корни потому что они не мармастойки они маленькие они искусственные вот вознемного надо укреплять зернольтонными столбами делать шпалеры все это херня по-русски говорили херня вот а в Сибири просто замерзают мы не мерзли потому что привиты на Сибирке и это не первое поколение я все-таки сделал несколько поколений адаптировал потому что Сибирка отвергала эти же самые классические колонны вот но сейчас у меня последние несколько деревьев загибаются еще два-три года они умрут окончательно продлять их рот не буду бессмысленно запомнили и вам не советую и не покупайте никогда если я по крайней мере они оправдали себя привитая на Сибирке наклоновой ой тху 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 не наклоновая а привитая на прикорневые отводки тогда получается у них хоть достаточно верностойкость они адаптированы специально несколько поколений называется наслоение по ментору по железу вот но это не каждому дано а все что вы купите на рынке вот привезли домой из дома допустим принес ваш брат сват племянник сын дед ваш вы сразу это самое скажите вы на эти деньги так вот допустим пятьсот тысяч рублей две тысячи вот это средняя цена скажите вы на эти деньги могли сколько хлеба купить и сразу выбрасывать когда придут годы и вы получите в лучшем случае этих я получал дважды по один раз четыре яблока с двух колонн а другой раз с двух колонн я получил два яблока вот и все считайте эти деньги я посчитал свои убытки но я то не для этого я с ней брал веточки для того чтобы почки использовали для прививки вот это вот между нами только между преследователями а вот просто людей которые купят надежду получить хотя бы такое никогда так опять сегодня в Востоке хорош да интересно как цвет менять мы дойдем до там где я вам покажу уже заметьте не желтая не оранжевая а черно-синяя и такие бывают но это потом а вот это уже опять смотрите это меня научили что здесь делает газета сады сибири она печатала меня за десять лет порядка ста или больше-больше статей это казахская газета самая красивая она цветная была в отличие от большинства газет где даже красоты этой не увидишь вот я ее использовал специально это реклама газеты сады сибири вот у меня там было получилось много друзей поклонников учеников это здорово линейку мы видели моя линейка значит это моя блица она блица моей абрикосы под названием черный абрикос а то что он бордовый ау как хотели обязательно в какую-то сторону вот не привал бы он не стал бы черным но просто зовешь чертой матери себя не привык на сверхбордостойки абрикос а вот и сюда вкусный зараза вот это фотография учебная почему я был в первые годы дурак дураком я не скрываю я был такой как все почему потому что как посмотрел в книге так и все есть если вы внимательно посмотрите в самом низу вы видите вот эти пятна видите это то что полагается сделать это злобной ненавистью окружены нижние скелетные ветки я их отрезал мне было приказано это все все это 21 век 24 год отрезать нижние скелетные ветки я их отрезал дерево еще не погибло но оно дало рекордный урожай и этот урожай пришлось выдерживать а у меня есть фотографии помните когда нижние сейчас то я не дурак нижние скелетные ветки не трогаю они не просто растут низко они даже как опоры упираются в землю даже немножко ой там у вас там это яблоки сгниют лежат на земле но у меня же дернут ничего они не гниют вот и получается это была страшная ошибка перешло как оно называется перешло перешло подлошение на раз два три четыре пять ну плюс верхушка пять веток плюс верхушка вот и что случилось и должно было случиться вот и почему должно было случиться вот эти две ветки не выдержали и рухнули так они рухнули а при а вторая причина это сверх урожай да ну тут немало ветер получается что в разе выдержали раз даже независимо от того какой угол наклона у ветра сознание выдержало и вторая причина хрупкий штамп хрупкий 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 потому что снизу соков стало поступать меньше и начало вымерзать древесина вот древесина стала хрупкой поняли а что было дальше потерял эти две ветки яблони окончательно погибло вот такие дела идем дальше это мое рекордное дерево с него сняли урожай пятьдесят с лишним ведом я не преувеличил это действительно так это рекордное дерево но оно потом погибло дело в том что у меня два случая я потом отказался от преждевременного так вот знаете сегодня у меня похороны можно я подплекусь на секунду я каждое сообщение должен читать потому что похороны пусть пусть даже человека не родственника но организую я так сегодня ничего не получится по крайней мере то есть у меня сегодня похоронный день ага так что не получается уж поговорим вечером ладно это я не вам вот это я человеку у которого есть проблема вот так еще одно письмо Валерий Константинович ладно это уже не про садоводство там почему-то про рыбалку хотя у меня на рыбалку давно не было так значит и когда мы видели ну-ка вернуться или не вернуться два случая гибели еще раз два случая гибели внезапные и неожиданные нет я просто хотел я один случай прописал потом расскажу ладно сегодня расскажу вот это потому что на следующем году эта же яблоня отдала пять ведер например такая же густо-густо там невероятные вы думаете пять ведер мало для такой для колонны вот это мировой рекорд я поставил он у меня по другим яблоням колдовидам мировой рекорд это 6 метров высоты по морозотельности это автоматом самые зимние самые самые сибирские самые северные колонны у меня и наконец по урожайности и вот когда в следующем году вот эти пять ведеров стрессовали а уже часть облака упала а мне нужно был чистый эксперимент а приехало телевидение а это не шутки а почему я позвал телевидение мне нужно было зафиксировать мировой рекорд понимаете вот а что такое зафиксировать мировой рекорд это должно быть чистый опыт а чистый опыт это знаете как это когда к их приезду я убрал все упавшие яблоки то есть там на самом деле было еще больше но я упавшие убрал вот он чистый газон на глазах у все это самое на глазах у всей группы а это есть на одном из моих вот таких дисков ладно вот таких вот дисков до сих пор есть в электронном виде есть так у меня есть специально они мне дали копию это рабочего материала я у себя тоже снял они показали потеряли я до сих пор показываю вам и вот когда опять люди стряс огромное количество плодов было сотни 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 я их насильно стряс получилось сотни чего ран я уверен что когда на следующий год эта рекордная яблони не проснулась причина была в том что эти раны не зажили и ушли в зиму какими незажившими и такое как это я жалуюсь когда режешь ветки мороз проникает а тут все эти плодовые эти образования проник они же не просто так стряхну а рано то остается после каждого вот оторвите любое яблоко у себя здесь мысленно и увидите это был один пример я своими руками загубил рекордсмена мирового а второй опять же это по крайней мере сибирский рекордсмена я считал о том что антоновка классическая может дать дерево старое какое-нибудь там 30-40 лет аж полтонны я верю действительно выражение в сорт а вот этот который дал больше 50 ветер я его как сказать отдал деньги не нужны были тогда мои соседи много таких яблок было много и я это соседям вырастил и на рынке было 2-3 хороших садоводов и они продавали качественные садовцы именно яблок и на сибирках таких как я молодцы вот и вся округа была заполнена вот до этой эпидемии до последней страшной бактериологической эпидемии а до этого яблок было много и скупщики приезжали и они еще продавали ведро по 30 рублей а так как мы были самые качественные я продавал ведро по 50 рублей но это давно было ну представь себе это примерно 2008 год значит 16 лет назад вот и тогда раз я дал им на разграбление они потащили потащили ведро ведро эти самые коробки ящики и стресли все на следующий год яблони не проснулось вот эти два случая и после этого я стал пропагандистом это важнейший момент друзья важнейший я стал пропагандистом самого настоящего этого самого открытия значит хотите иметь яблоко неиспорченное не упавшее на землю казалось бы свеженькое сегодня вот хочу а оно еще крепко держится оторвали все там уже ранка и это ранка а зима близкая не заживает а когда таких ранок много или дерево отдыхает это называется периодичность плодоношения то есть плодоносит через год почему год надорвалось многие ой потому что много было а потому что срывали с мясом я отрывать с мясом поняли да вот так было погонящее вот это дерево я думаю я даю полезную информацию не так много воды но с картинками иначе скучно будет я думаю просто сказать вы видели как говорил этот самый вы видели черта не верь глазам своим ага посмотрели не верьте не было этого это не мое яблоко я съездил в Крым сфотографировал вот да не верят что у нас лучше чем в Крыму теперь по отдельным позициям обогнали Крым почему крымских питомников на ворованные фотографии а? причем мои тоже почему значит не так что там вообще просто и вот здесь получается следующее если уж поверили там козьма прудков черта а вот то что это все реально сибирское то тогда вы должны мне верить всем остальном вот хотите верить дерево вот не ворвайте с мясом эти самые плоды ну здесь просто ну упала ветка ну сделал такую фотографию говорю Полинка ну-ка подержи его так вот я тебя сфотографирую почему потому что бывает невозможно угадать какая ветка упроет невозможно и все лучше бы конечно сделать подпорки увидели большой урагай делайте подпорки вот вот груша вкусная культурная на яблони значит что я заметил на этом и остановлюсь смотрите внимательно к чему я значит однажды я провел эксперимент начали с культурными я привел крошу над яблони две получились удачи вот одна из них смотрите я привел как они видите вверху яблоки ездил в Минусин сказать о это богатырь ну